В Вольске у сотрудницы налоговой службы хотят забрать квартиру в пользу государства. Прокуратура рассчитала, что ее доход за последние три года слишком маленький, чтобы она смогла позволить себе купить собственное жилье почти за 2 миллиона рублей. По этому поводу уже состоялся суд, который постановил забрать у Надежды Кондрашкиной единственную квартиру. Мы семья, у нас есть ребенок, у нас есть доказательства чеки, что оплачивали мы ипотеку вместе, есть моя подпись, его на всех чеках, даже сохраненные с 6-7 года. Вот, нет, суд это не принимает во внимание. Какие же должны быть на самом деле доказательства, чтобы доказать, что это было дарение, а не купли-продажи? В этой квартире Надежда прописана уже 10 лет вместе со своим гражданским мужем. Она с 2006 года выплачивала ипотеку за это жилье. В 2013 году, по словам Надежды, они решили переоформить жилье на нее. Оформлять дарственную они не хотели, так как у них не было желания выплачивать определенную сумму в виде налога. И поэтому они решили оформить договор купли-продажи. Имущество, нажитое вне брака, оно никак не делится и мне принадлежать не будет. И вот он пошел на такой поступок, что поддержал меня как бы и морально, и материально, получается, переоформив на меня вот нашу квартиру. Даже не его, а нашу, собственно-таки, квартиру. В 2015 году у гражданских супругов родился долгожданный малыш, которого тоже прописали в эту квартиру. Я прописана с момента, как мы взяли ипотеку в шестом году. Я сразу в ней прописалась, ну, он меня прописал, владелец. И ребенок при рождении сразу назначено был прописан в этой квартире. По словам Надежды, суд почему-то не принял во внимание доказательства, которые предоставляли и она, и ее гражданский супруг, а также родственники. Это семья. И поэтому это жилье, которое вот эту квартиру они приобретали, они за нее рассчитывались вместе. И на первом суде, и на втором суде это все. Я объясняла, что разговоры, никакого разговора о деньгах мы никогда не поднимали. Теперь Надежда и ее гражданский муж будут пытаться доказать в областном суде, что женщина не покупала квартиру. В отчаянии просто обращаюсь к президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой как-то обратить внимание на эту ситуацию. В том, что, ну, получается, у меня отнимают и изымают единственное мое жилье. Ну, и по факту я с ребенком на руках остаюсь вообще без всего просто.